Ищу о неясности Ветхого Завета и о человеколюбии Божьем, и о том, что не должно осуждать друг друга. Радуется пастух, когда видит стадо волов своих здоровых и тучных. Радуется земледелец, когда видит нивы свои цветущими. Но не так радуется земледелец на нивы и пастух на волов, как я радуюсь, теперь восхищаюсь, взирая на это прекрасное гумно, наполненное этими духовными снопами. Когда слово благочестия сеется в столь многих и таких слушателях, то необходимые должны скоро произрасти обильные и зрелые колосья послушания. Когда кто-либо проводит борозы в глубокой и тучной почве, то он хотя бы нещедрую рукой бросал семена, получит обильные плоды, потому что свойства местности собственной силой восполняет скудость семян. Так точно и тот, кто сеет в душе послушные и исполненные благочестия, хотя бы бросал скудные семена учения, увидит богатую жатву, потому что мудрость слушателей прикрывает скудость говорящего. То же бывает и в рыбной ловле, хотя бы рыболовы были и неопытны, но если они закидывают сети в залив богатой рыбы, это легко извлекает добычу, потому что множество стекшейся рыбы прикрывает их неопытность. Если же в такой ловле множество имеющих быть уловленными часто вознаграждает неопытность ловца, то тем более так случится в этой ловле духовной. Те рыбы, как скоро увидят закидываемые сети, тотчас отклоняются и отбегают, а вы поступаете напротив. Когда увидите вставшего и распростершего небо тучения, то не только не уклоняетесь, не убегаете, но идете далее внутрь, стекаясь со всех сторон, и каждый, толкая и тесня ближнего, старается сам первым подойти и попасть в сеть. Поэтому мы никогда не извлекали небо до пустым не по причине нашей опытности, а вашего усердия. Итак, довольно услаждал нас и прежде язык, источающий неподдельное и чистое золото, имеющие источники меда на устах, или лучше сладости и духовного учения, превосходящие приятность всякого сота, разумея язык блаженного Паула. Но так как вы по свойственному вам любомудри не уничижаете и того, что есть у меня, бедного и скудного, а удивляясь превосходнейшему, приходите слушать слова и нашей скудости, то я и вышел с усердием отдать вам долг, который я обещал прежде, но не выполнил, потому что обширность учения воспрепятствовала нам дойти до конца. Какой же это долг? Необходимо напомнить вам о начале займа, чтобы, зная предмет яснее, было вам исследование его. Мы исследовали тогда, почему Ветхий Завет темнее нового. Вы, конечно, помните это. И высказали только одну причину – грубость слушателей. И привели вас свидетели Павла, который говорит, поэтому покрывало при чтении Ветхого Завета пребывает неоткрытым, но оно снимается Христом. Мы показали, что как законодатель Моисей имел покрывало, так и закон имел покрывало. Неясно. Но это покрывало не служило ни к укоризне законодателя, ни к осуждению закона. А обличало немощь слушателей. Потому что Моисей имел покрывало не для себя, а для тех, которые не могли выносить славы лица его. Когда же он обращался к Господу, тогда снимал с себя покрывало. Так и закон. Еще не будучи в состоянии преподать учение совершенного, исполненного любомудрием, учение о Христе и Новом Завете, все то заключалось в Ветхозаветном Писании и как бы в сокровищнице. Имел покрывало, исходя к иудеям. А для нас, соблюдая все богатство, чтобы это покрывало было снято, когда придет Христос, и мы к нему обратимся. Итак, видите, до какого достоинства довело нас пришествие Христова? Возвело оно степень Моисея. Но, может быть, кто-нибудь скажет, для чего же тогда я возвещаю бы это, что не могло быть для них неясным, для того, чтобы оно принесло пользу людям последующим. Достоинство пророчества состоит не в том, чтобы возвещать о настоящем событиях, но чтобы предсказывать будущее. Когда пророчество высказывается прикровенно, то по исполнению события становится более ясным, а до исполнения отнюдь нет. Таким образом, будучи взысканно прикровенно, оно было темно. А когда события исполнились, то сказанное сделалось более ясным. А чтобы вы убедились, что пророчество, высказываемое хотя бы и за долгое время, но высказываемое прикровенно, бывает неясным в ожидании исполнения событий, я покажу вам это из примера своих учеников, самих Христовых. «Разрушьте храм сей!» – говорит Христос иудеям. Именно когда Он изгонял осквернявших храм торговли, то они говорили, «Какое знамение ты дашь нам? Что это делаешь?» На это Он отвечал, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвиг на его». А они же думали, что это говорит Он о храме, а Он говорил о храме Кела своего. Это было некоторым пророчеством, потому что еще не было ни креста, ни разрушения церкви, ни передневного воскресения, которое Он сам совершил. И посмотри, с какой точностью выразил Он то и другое, и дерзость иудеев, и собственную свою силу. Но однако они не поняли говоримого. И вовсе не удивительно, что не поняли иудеи, когда даже ученики Его, как говорит Писание, не поняли, пока Он не воскрес из мертвых, а тогда поверили Писанию и Слову, которое говорил Иисус. Видишь ли, что они имели наш дух в исполнении событий? Что пророчество сделалось ясным? И что иудеи не были виновны, не понимая тех пророчеств о Христе до пришествия Христова, потому что с пришествием Его пророчества имели сделать себя понятными и ясными. Послушай, что говорит сам Христос. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». Почему не имели бы греха, когда пророчества предвозвещали? Потому что хотя и предвозвещали, но до пришествия того, о ком предсказывалось, не были ясными и понятными. Если бы тогда пророчества были ясными и понятными для иудеев, то очевидно, что и до пришествия Его они имели бы грех. Если же они не имели греха, то очевидно, по неясности и прикровенности того, что говорилось. Притом, до пришествия Христова от них и не требовалась вера во Христа. Для чего же предсказываемо было тогда? Для того, чтобы когда Он придет, они имели домашних учителей, которые руководили бы их и знали, что эти события не новость, это домостроительство не недавнее, но что о нем предвозвещено было издавна, за долгое время, а это немало могло привлекать их к вере. Итак, вот одна причина неясности пророчеств, которую мы подтвердили и многими свидетельствами в прежней беседе. Но чтобы не наскучить вам, говоря опять одно и то же, нужно оставить ее и сказать о другой причине, которая делает Ветхий Завет не темным и непонятным, а более трудным для нас, ведь иное дело вовсе не понимать ничего из предлагаемого и видеть лежащее покрывало, а иное – постигать говоримое, но только постигать с трудом. Итак, в чем состоит вторая причина, по которой Ветхий Завет труднее нового? Ветхий Завет, который мы имеем, написан не на нашем природном наречии. Он написан на одном языке, а мы читаем его на другом. Вначале он был написан на языке еврейском, а мы приняли его на языке греческом. Но когда с одного языка переводят на другой, тогда встречают много трудностей. Сведущие во многих языках хорошо знают, до какой степени невозможно передавать со всей ясностью речь природного своего языка при переводе на другой язык. Это и было причиной трудностей Ветхого Завета. Еще за 300 лет до пришествия Христова при египетском царе Птоломее Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Это было весьма полезно и необходимо. Пока он относился к одному народу еврейскому, да то ли оставался на еврейском языке, потому что никто другой не стал бы тогда внимать ему, так как остальная часть рода человеческого находилась в крайней грубости. Когда же должен был явиться Христос и призвать к себе всю вселенную? Не только через апостолов, но и через пророков. Ведь и они руководят нас к вере и познанию Христа. Тогда, наконец, пророчествовало, как бы некоторые входы и пути, прежде загражденные неясностью языка, Бог сделал открытыми со всех сторон, посредством перевода, чтобы все, стекаясь отовсюду из среды язычников и с великим удобством проходя этими путями, могли по ним прийти к царю пророков и поклониться единородному Сыну Божию. Потому еще до времени пришествия Христова все они были переведены. Если бы они оставались только на еврейском наречии, а между тем Давид говорил бы, «Проси у меня, и дам тебе народы в достояние твое и до концов земли владение твое», то как мог бы узнать говоримый асирианин или галатийц, или македонянин, или афинянин при неясности Писания? Так же, когда Исаия взывал, «Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, еще и будет корень Исеев, и восстанет владетель народов, на него народы уповать будут, и еще наполнилась земля в Вене Господне, как вода многое покрыла море». Так же, когда Давид опять говорит, «Зашел Бог при воскресании, Господь пригласит Рубном». И еще, «Сказал Господь Господу моему, сидя одесну и меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Потому, так как в Ветхом Завете предсказано и о страдании, и о воскресении, и о вознесении, и о сидении одесну, и о втором пришествии Христовом, и обо всем том вообще, что содержится в Новом Завете, то чтобы это не осталось неясным, неизвестным для последующих народов, и чтобы они не были в неведении, а силе пророчества. Благодать Божия еще до пришествия Христова предуготовила перевод писаний и сделала их полезными не только обратившимся из язычников, но и тем иудеям, которые были рассеяны по всей вселенной и уже не употребляли еврейского языка 469. Таким образом, вот уверовал и язычник, взирая на знамения иудеев, в свою очередь, как могли бы апостолы обратить и иудея, если бы не представили ему домашнего учителя-пророка, если Павел, пришедший в Афины, имел нужду в надписи, начертанной на жертвеннике, и из нее извлек поучение афинянам, надеясь легче побудить их собственным их оружием, что и случилось, то тем более, беседуя с иудеями, он имел нужду в помощи со стороны пророков, чтобы те не обвиняли его, будто он предлагал слуху их нечто новое и странное. Но почему, скажешь, не быть бы одному языку, чтобы мы не встречали никакого затруднения? Да, человек, был в древности один язык, и как одна у людей природа, так был один у всех и язык. Вначале не было иноязычного, не было разноречивого, не было ни индийца, ни фракиянина, ни скифа, но все говорили одним языком. Какая же, скажешь, была причина различия языков? Мы всегда, непризнательные к благодетелю, оказались недостойными этого одного языка. Что говоришь ты? Оказались недостойными языка. И животные бессловесные, все имеют свой собственный язык. Ковцы блеют, козы блеют, бык мычит, конь ржет, лев рыкает, волк воет, дракон свистит. Каждая из бессловесных сохранила собственный свой звук. А я один лишился своего языка. Дикие и кроткие, ручные и неукротимые животные остались каждый при своем, вначале доставшемся им языке. А я, владыка, их лишен этой чести. Их честь не изменена, а я лишился даров божьих. Какой столь великий совершил я грех? Уже ли недовольно было прежних наказаний? Бог дал мне рай и изгнал меня из рая. Я вел жизнь свободную от скорбей и трудов. Он осудил меня на пот и изнурение. Земля доставляла мне все без посева и без плуга. Он повелел ей произвращать тернии волкцы и меня обратил опять в нее. Он наказал меня смертью, и женский пол наказания подверг болезням рождения и трудам. Недовольно было этих наказаний. Он отнял у меня язык и лишил меня и этой чести, чтобы я отвращался от единоплеменных, единоверных, как от диких зверей, отделяясь языком от общения с ними. Я распространил это возражение для того, чтобы, когда приведу разрешение, победа была тем блистательнее. Если Бог хотел, скажешь, лишить меня всего этого, то для чего и давал мне это вначале? Хотите ли, я извеку отсюда же и разрешение, из этого самого возражения. Так много оправданий для Бога, что и самого возражения противника, без всякого прибавления с нашей стороны, достаточно для провержения обвинений. Если Он хотел лишить меня всего этого, то для чего и давал мне это вначале? И я скажу то же самое. Если Он хотел лишить тебя всего этого, то для чего и давал? Значит, Он потому дал тебе это вначале, что не хотел отнимать у тебя? Что же вышло? Не Бог отнял у тебя, а ты сам потерял данное тебе. Удивляйся же его человеколюбию, по которому он даровал, и обвиняй самого себя за легкомыслие, по которому ты не сохранил дара. Таким образом, очевидно, что не тот виноват, кто вручил залог, а тот подлежит обвинению, кто утратил залог. Бог доказал, что он любил, был человека любил и хотел одарить, тогда как никто не принуждал его и не заставлял, не по удивлению к заслугам твоим и не имея надобности воздавать тебе за какие-нибудь труды, но тотчас, по сотворению тебя, тотчас Он дал тебе это преимущество, чтобы показать, что этот дар был не воздаянием за заслугу, но одною только благодатью. Если же ты не сохранил данного, то обвиняй самого себя, а не того, кто дал тебе дар. Но разве это только можем мы сказать за владыку? Достаточно, конечно, и этого оправдания, но бесконечная его благость и неизреченное человеколюбие представляет нам множество и других оправданий. Не то одно можно сказать, что он даровал, а ты потерял, хотя даровавший таким образом освобождается от обвинений. Или лучше сказать, еще достоин величайшего удивления за то, что и предвидя, как ты потеряешь, не лишил тебя дара, но я могу сказать и другое, гораздо большее. Что же такое? То, что и после того, как ты потерял по собственному легкомыслию, он снова возвратил тебе потерянное. Лучше же сказать, не одно только потерянное, но еще гораздо больше того. Ты потерял рай, а он дал тебе небо. Видишь ли, как приобретение выше потери, во сколько изобильнее это богатство. Он дал тебе небо, чтобы явить свое человеколюбие и уязвить дьявола, показывая, что хотя бы дьявол делал тысячи козьей человеческому роду. Он не достигнет никакого успеха, так как бог всегда ведет нас к высшей почести. Итак, ты потерял рай, а бог отверз тебе небо. Ты осужден на труд временный и удостоен жизни вечной. Он повелел земле произращать тернии и волчцы, а душа произрастила тебе плод духа. 471. И посмотри, до чего снизошло человеколюбие Божие. Потерявшие что-нибудь из своих стяжаний, хотя бы приобрели большее и драгоценнейшее, однако старается найти и то потерянное, и не прежде удовлетворяется, как возвратив его. Так и тебе, когда ты потерял рай, Бог дал не только небо, но и рай и небо. Ныне же будешь со мной и в раю, говорит он, чтобы утешить скорбящую душу не только прибавлением большего, но и возвращением потерянного. Впрочем, если угодно, обратимся к самому предмету нашей речи и посмотрим, как мы потеряли язык. История немало способствует безопасности. Кто знает состояние прежней безопасности, тот будет осторожнее и в остальном. необходимо сказать вам все, именно, что в древности у всех людей был один язык и что впоследствии он распался на многие. Доколе он был один и когда распался на многие. Исчез ли тот самый язык, который когда вошло в употребление другие или он остался, когда вошли в употребление прочие. Для чего он был смешан и по какой причине? Потом на каком-то из этих многих языков написан Ветхий Завет, из-за которого мы и коснулись всего этого. На древнем ли и первобытном? Или на тех, которые вошли впоследствии? Но не бойтесь. Хотя всего этого сегодня мы не можем сообщить, но, конечно, сообщим вам после. Для чего же, не намереваясь сообщить всего сегодня, мы перечислили вам содержание всех долгов своих? Для того, чтобы вы, ожидая уплаты всегда имели нас в уме своем. Ведь кто дал кому-нибудь взаймы денег и имеет должника, еще не уплатившего долг, тот из-за трапеза и дома, и на площади, и на постели везде думает и во сне бредит о своем должнике. Любовь к деньгам делает то, что и должник вместе с деньгами постоянно присущ душе взаимодавца. Поэтому мы объявили свои долги, чтобы от надежды уплаты нам всегда быть в ваших душах и дома, и на площади, и где бы вы ни находились. Но всех долгов сегодня мы не уплатим, чтобы через ожидание остающегося оставить в вас повод к воспоминанию о нас. Подлинно крепкая опора для нас постоянно пользоваться вашей любовью, любовью такого и столь великого народа. Кто пользуется любовью, тот конечно будет пользоваться и молитвою. А как велико это благо, видно из следующего. Тот Павел, который был восхищен до третьего неба, слышал неизвеченные глаголы, победил все потребности природы, будучи наконец в совершенной безопасности, имел еще нужду в молитве учеников и говорил молитвы. мне, чтобы мне избавиться от противящихся римлянам 15-30. И еще молитесь, чтобы давно не было слово возвещать открытыми устами. И везде видите вы, что он то просит молитву своих учеников, то благодарит их по получению, а чтобы не говорил кто-нибудь, что Павел прибегает к молитвам учеников по смирению. Он показывает и силы их, когда говорит так, который избавил нас от такой смерти, на которого мы уповаем, и который избавит с поспешивающим и вам о нас молитвою, чтобы подорованному ходатайству для многих мы были возвращены вам. Если же молитва народа избавляла от опасности Павла, то как же не следует ожидать и нам великих плодов от такого предстательства. Молясь сами по себе, мы бываем слабы, а когда соберемся, становимся более сильными. Потому мы молим Бога всенародно и со взаимной помощью. Так и царь, часто осудив кого-нибудь на смерть, не склоняется на просьбу кого-нибудь одного об осужденном. Но если умаляет целый город, то смягчается и по многочисленности умаляющих освобождает ведомого в пропасть от осуждения и возвращает к жизни. Такова сила всенародной молитвы. Для того все мы и собираемся сюда, чтобы успешнее преклонить Бога на милость. Молясь сами по себе, мы, как я выше сказал, бываем слабы, а вознося молитву в союзе любви, умоляем Бога даровать нам просимое. Говорю это не напрасно и не для себя только, а для того, чтобы вы всегда спешили в собрание, чтобы вы не говорили, что же, разве я не могу молиться дома? Можешь молиться, но эта молитва имеет не столь великую силу, как та, которая совершается вместе со членами, когда все тело церкви единодушно и единогласно высылает прошение в присутствии священников, возносящих молитвы всего народа. 472. Хочешь ли знать, какова сила молитвы, совершаемой в церкви? Некогда Петр был заключен в темницу и связан многими цепями, о нем же была молитва усердная в церкви, и тотчас освободила его из темницы. Что же может быть сильнее этой молитвы, которая приносила пользу столпам и твердыням церкви? Павел и Петр твердыни из толпы церкви, и на одном из них отверзла уста. Но чтобы показать сугубо ее силу не только из тогдашних событий, но и из совершающихся ежедневно, мы напомним вам о самой молитве, совершаемой народом. Если бы кто-нибудь из простых людей велел вам каждому по себе молиться о спасении епископа, то каждый конечно отказался бы, как от бремени, превышающего его силу. Когда же вы все вместе слышите диакона, повелевающего это в словах, помолимся о епископе и о старости и о заступлении, да право правит слово истины и о сущих здесь и повсюду, тогда не отказывайтесь исполнить повеление, но сознавая силу вашего собрания, усердно возносите молитву. Посвященные в тайны знают, о чем я говорю. Молитве оглашенных это еще не предоставлено, так как они не достигли до такого дерзновения, а вам служащий при молитвах повелевает приносить их и о вселенной, и о церкви, простирающейся до концов земли, и о всех управляющих ею епископах, и вы повинуетесь с готовностью, свидетельствуя самым делом, что велика сила молитвы согласно возносимой в церкви народам. Впрочем, возвратимся к своему предмету, к тому, что в древности был один язык, и было, говорит, что на всей земле был один язык, бытие 11.1. Не ясны эти слова. Разве земля имеет уста? Нет. Что же и о чем здесь говорится? Не об этой бесчувственной и неподвижной земле говорится здесь, но так назвало Писание весь вообще род людей, напоминая им о собственной их природе, напоминая о матери, из которой они произошли. Это живое существо, то есть человек, двойственно состоит из двух естеств, чувственного и духовного, то есть из души и тела, имеет сродство как с небом, так и с землею. Духовным естеством своим он имеет общение с высшими силами, а чувственным соприкасается с земными предметами, составляя собой некоторую тесную связь между тем и другим творением. Поэтому, когда он делает что-нибудь угодное Богу, то называется духовным, получая это название не от души, а от другого высшего достоинства, от действия духа, так как для совершения добрых дел нам недостаточно души, если не будем получать той помощи. А чтобы вы убедились, что для совершения добрых дел нам недостаточно и души, но что я говорю? Для совершения добрых дел, даже и для возможности разуметь глаголы Божьи, апостол говорит, что душевный человек не принимает чего, что от духа. Как плотским он называет того, кто раболепствует плоти, так и душевным называет того, кто вверяет дела умствованием человеческим и не принимает действия духа. Но мы называемся, как я сказал, духовными, когда совершаем добрые дела, а когда согрешим, пойдем и сделаем что-нибудь недостойное нашего благородства, тогда Писание называет нас по низшему нашему естеству, именует нас землею. Так и здесь, намереваясь осудить некоторых, именно тех, которые строили башню, превозносились гордостью, стали думать о себе выше своего достоинства, намереваясь осудить их гордость, оно назвало их по низшему их естеству, сказав, на всей же земле был один язык, одни уста. А чтобы вы убедились, что так называет оно нас, когда мы согрешим, Бог называл так Адама после греха, сказав, земля ты и в землю возвратишься. Хотя Адам не землей только был, но имел и бессмертную душу. Почему же он назван землею? Потому что согрешил. А когда Бог творил его, то не назвал его так, но как? Сотворим человека по образу нашему и по подобию или обладает рыбами морскими и зверями земными и страх и трепет их будет на всей земле. Видишь ли, каковы преимущества природы человеческой, каковы почести, каковы похвалы, но это до греха, а после греха уже земля, ты и в землю возвратишься. Послушай же, как и Малахия предвещает тоже или лучше Бог через пророков. Вот я пошлю вам, говорит он Илью Фесситянина, для чего пошлет, который обратит сердце отца к сыну, так как и имеет быть тот страшный суд и ужасный, то чтобы судья не осудил некоторых безответных на наказание, и чтобы Илья пришедший и предсказав что близко при дверях наступления суда сделал людей благоразумными, ведь сказанное за много лет обыкновенно пренебрегается, то названный пророк и придет возобновить это в нашей памяти. Впрочем, теперь надо бы доказать, что землей называется согрешающее. 474 И так сказав, который обратит сердце отца к сыну, Бог присовокупил, чтобы придя мне не поразить землю в конец. А поражает он согрешающих. Видишь ли, что согрешающее называется землею. И в свою очередь в другом месте, проповедуя о Христе, пророк говорит так, «И будет он припоясан правдой под чреслом своим и истинною обид по ребрам своим». Исайя 11.5 Не потому, чтобы у Бога были ребра и чресла, ведь божество бестелесно, но этим он указывает нам на неподкупность и непогрешимость приговора судьи, на то, что у него нет места ни клеветникам, ни обидчикам, ни подкупу деньгами, ни незнанию правды. В здешних судилищах и невинный наказывается, и виновный избегает наказания, потому что правда часто извращается. А когда придет судья праведный и непогрешимый, припоясанный правдой под чреслом своим и обитый истинный по ребрам своим, тогда все получат должное с точностью и поразить землю словом своих, а чтобы ты убедился, что он говорит не о земле, а о грешниках прибавил, и духом уст убедет нечестивых. Видишь ли, что и здесь грешники названы землею? Зная это, когда услышишь, что вся земля имела одни уста, разумей и ты, в свою очередь, человеческую природу. Этим Писание напоминает нам о собственном нашем ничтожестве, потому что великое благо рассматривать свое сродство и значит с чего мы составлены. Рассматривание природы это достаточное учение смиренно мудрее. Оно может укротить все страсти и произвести спокойствие в душе. Поэтому некто предлагал такое увещание. Внимай себе, размышляя о своей природе, ее устройстве, и этого довольно для тебя, чтобы постоянно смиряться. таразакония земля и пепел земля и пепел. Сераха 10.9 Но ты говоришь мне о том, что оказывается после смерти. Усмири его при жизни. Теперь он не знает, что он земля и пепел. Он видит благообразие тела, видит власть, услужливость эльстецов, сопровождающих его тунеядцев, одевается в драгоценные одежды, облекается великими знаками власти, и этот призрак обольщает его и располагает забывать о природе. Знаем, что мы земля и пепел, но знаем мы смиренно мудрствующие, а он не ожидает доказательства на это при кончине, не идет к могилам и гробницам предков, но смотрит на настоящее, нисколько не думая о будущем. Научи же его еще здесь, что он земля и пепел. Подожди, говорит, я научу его не этому, но другому гораздо более уничиженному, чтобы он, когда станет тщеславец, опознал свое ничтожество, чтобы еще при жизни получил врачерство, сказав, что гордится земля и пепел, он прибавил, ибо при жизни извергается внутренность его, в Терахов 10.10, что означает еще при жизни извергается утроба его? Эти слова может быть не ясны. Утроба называет он внутренности, называет чрево, наполнено накалом, множеством нечистоты и зловония, не с тем, чтобы осудить природу, но чтобы привести к смиренно-мудрию, ибо еще при жизни его она извергается. Видишь ли уничиженность и тленность существа? Не ожидай дня кончины, чтобы убедиться в своей слабости, но рассмотри человека еще при жизни, вникай мыслью в его внутренности, и ты увидишь все его ничтожество. Однако не падай духом, не поненависти к нам, а щадя нас, Бог устроил так, чтобы подать нам великий повод к смиренно-мудрию. Если человек, будучи землей и пеплом, дерзнул сказать «взайду на небо», то куда не увлекся бы он мыслью, если бы не имел узды от природы. Итак, когда ты увидишь, что кто-нибудь надмивается, поднимает голову, возвышает брови, несется на колеснице, выражает угрозу, ввергает в темницу, предает смерти, причиняет обиды, то скажи ему, что гордится земля и пепел, ибо еще при жизни держится внутренность его. Это можно сказать не только о человеке частном, но и о самом сидящем на царском престоле. Смотри не на багреницу и не на диодему, и не на золотые одежды, а исследуй самую природу, и ты не увидишь ни ничего больше, чем у простых людей, или лучше рассмотри, если хочешь и порфиру, и диодему, и одежды, и всю эту пышность, и ты опять увидишь, что и это состоит из земли, и вся слава человеческая, как свет на траве. Вот все это украшение оказывается даже ниже земли. Видишь ли, как укращает гордость, как низвергает всякую надменность размышлений о самой природе. Довольно только подумать, что мы такое, из чего составлены, и то сейчас исчезнет надменность помыслов. Для того Бог и сотворил нас из двух естеств, чтобы, когда ты будешь превозноситься гордостью, усмирила тебя низость плоти, а когда ты помыслишь что-нибудь неблагородное и недостойное дарованное тебе от Бога чести, благородство души возводило бы тебя к соревнованию силам небесным. 476. Не только для истребления гордости полезно рассматривание природы, но когда возмущает нас и какая-нибудь другая страсть, например, страсть к деньгам, или это, непристойная и доводящая до распутства страсть к телесной красоте, оно может укращать страсть. Поэтому, когда ты видишь женщину благообразную, с светлым взором, веселую, с блестящими щеками, с необыкновенной красотой в лице, воспламеняющие твои помыслы и возбуждающие пожелания, то представь, что предмет твоего удивления земля, что воспоминает тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Скрой кожу лица ее, и тогда ты увидишь все ничтожество ее красоты. Не останавливайся на поверхности, но проникай мыслью глубже, и ты не найдешь ничего больше, кроме костей, нервов и жил. Но недостаточно этого. Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек. Подумай, чему ты удивляешься, и устыдись своего суждения. Ты удивляешься грязи и пеплу, тебя воспоминает пыль и прах. Говорю это, не осуждая природу, да не будет, не унижая ее и не подвергая презрению, но желая приготовить врачерство для больных. Бог сотворил ее такую, столь уничиженную, для того, чтобы показать и собственную силу, и свое попечение нас, бренностью природы, располагая нас к смиренно-мудрию и укращая всякую нашу страсть, а вместе с тем являя свою мудрость, по которой он мог и в грязи образовать столь великую красоту. Поэтому, когда я уничижаю естество, то открываю искусство творца. Как воятели, мы более удивляемся не тогда, когда он производит нам прекрасную статуи из золота, а тогда, когда вырабатывает точный и совершенный образ из грязного вещества, так и высочайшему художнику, Богу, мы удивляемся и воздаем хвалу, потому что в пепел и грязь он вложил необыкновенную красоту и в телах наших явил некоторую неизреченную мудрость. И это совершил он не в нашем только теле, но и во всем творении. Создав тварью большей части из веществ ничтожных, он вложил в них ясное доказательство собственного искусства. И вместе напечатлел на них некоторые признаки бренности естества, чтобы ты по искусству и красоте удивлялся творцу, а по бренности и ничтожности природы естества не поклонялся тварям. Блистательно солнце, когда оно светит и озаряет всю вселенную, но со вступлением ночи оно затмевается. Что говорит премудрый светлее солнца, но и оно исчезает. Серахов 17.30 и не только ночью, но и днем. Солнце часто исчезает и днем, для того, чтобы ты удивлялся художнику за искусство и не поклонялся твари по ее слабости. Видишь ли небо, как велико это тело, как оно прекрасно, как блистательно, и по наружности превосходнее наших тел, но оно бездушно. Видишь ли доказательства искусства и облегчения слабости, видишь ли предостережение, предложенное тебе с той и другой стороны, чтобы ты не обвинял творца в слабости, он создал твари прекрасными, а чтобы ты не поклонялся тварям, как богам, он создал их отчасти слабыми. Помните это всегда. 478 Мы объясняем писание не для того только, чтобы вы поняли их, но чтобы вы исправляли свои нравы. Если не будет этого, то напрасно мы читаем, напрасно объясняем. Как борец, приходящий в училище борьбы, намощающийся и пользующийся руководителем учителя, напрасно приходил бы в это училище, если бы при наступлении борьбы не воспользовался своим искусством. Так и вы, приходящие сюда и изучающие все хитрости и козни дьявола. Напрасно приходили бы сюда, если бы при наступлении времени подвигов падали, увидев благообразное лицо, или превозносясь гордостью, или увлекшись каким-нибудь другим порочным помыслом. Помните же эти слова, сказанные не против природы нашей, а против непотребных пожеланий. Не природу осуждаем мы своей речью, а пожелания. Так то усмиряйте гнев, так укращайте похоть, так обуздывайте гордость. На всей же земле был один язык, и говорили одним голосом. Вот предмет нашего исследования. Не о земле здесь говорится, но о том, что у всех людей был один язык. Для чего же язык назван одними устами? Писание обычно называют так речи, то есть языком. Это необходимо знать ради еретиков, осуждающих творение Божие, говорящих, что тело зло. Так как злые движения сердца в Писании означаются названиями телесных членов, например, и зацрили язык свой, как язык змеи. Язык их меч, то поэтому некоторые думают, что здесь говорится о языке. Не о языке здесь говорится, да не будет, оно ведь творение Божие, а об убийственных словах, которые умершляют людей и поражают сильнее меча. Язык их меч острый, еще усталь стивые сердца, от сердца притворного говорят, говорится не о шлене телесном, а о лукавых речах. Так и здесь в словах. И на сей земле был один язык. Писание учит не того, будто у всех людей были одни уста, но устами оно назвало язык. Потому после слов на сей земле были одни уста, оно присоединило и голос один всем. Точно та же, когда оно говорит, что гроб отверсти гортань их. Это осуждает не гортань, а исходящие из ней злые речи, мертвые учения. Это ведь действительно гроб вместилище мертвых костей и тел. Таковы уста и тех, которые порицают Создателя. Таковы уста тех людей, которые говорят срамное, злословят, изрыгают из своей гортани слова зловонные и непотребные. Напомни гортань свой человек благовонием, а не зловонием. Сделай царской сокровищницей, а не гробом сатанинским. Если же она уже гроб, то по крайней мере закрой ее, чтобы не выходило из нее зловоние. Ты имеешь дурные помыслы, не выноси их посредством слов. Пусть они лежат внизу и скоро заглохнут. Мы люди, часто питающие себе много порочных, непристойных и постыдных помыслов, но не будем позволять этим помыслам переходить в слова, чтобы сдавливая внизу, они ослабевали и погибали. Как тот, кто вернул в яму различных свирепых зверей, если сверху закроет эту яму, то легко задушит их, а если оставит хотя некоторые выходы и хотя малую возможность дышать, то даст им большое послабление, и не только не задушит их, но сделает еще более свирепыми. Так бывает и с порочными помыслами, когда они зарождаются внутри. Если мы преграждаем им выход наружу, то скоро уничтожаем их, а если выпускаем их посредством слов, давая им перевес дыхание посредством языка, то делаем их более сильными, и от занятия постыдными словами скоро впадаем в бездну непристойных дел. Поэтому пророк и назвал гортань не просто гробом, но гробом открытым, осуждая то самое, о чем я сказал. Кто произносит постыдные слова, тот не себя только срамит, но распространяет великую заразу и между ближними и обращающимися с ним. И как открыв гробы, мы наполнили бы города заразою, так и скверные уста, открываемые с бесстыдством, заражают всех обращающихся с ними тягчайшей болезнью. Потому на уста нужно наложить дверь и запор и узду. Таким образом, мы достаточно доказали, что тогда был один язык. Далее необходимо сказать, почему введены многие языки. Впрочем, займемся пока нравственной беседой. Научим свой язык носить узду и не произносить просто все, что есть в душе, не порицать братьев, не угрызать и не пожирать друг друга. Гораздо хуже кусающих тела те, которые делают это словами. Первое кусает зубами тело, а последнее угрызает словами душу, наносит рану доброй славе, причиняет рану неисцельную. Поэтому он подвергнется тем большему наказанию и мучению, чем тягчайшее причиняет угрызение. И не поэтому только порицатель будет лишен прощения, но и потому, что он не может представить ни справедливого, ни несправедливого предлога к своему пороку. Другие грехи, хотя и не основательные, имеют причины. Однако имеют, например, блудник увлекается похотью, вор хочет избавиться от бедности, человек убийцы удовлетворяет гневу, а порицатель не может представить никакого предлога. В самом деле, какой предлог скажи мне в обилии денег? Какому удовлетворяет он по желанию? У него нет никакого другого повода, кроме зависти, не имеющей ни справедливой, ни несправедливой причины. Поэтому он и лишится всякого прощения. Ты хочешь порицать? Предлагаю тебе для этого полезные предметы. Ты хочешь злословить? Злословь свои грехи. Скажи, говорит пророк, беззакония твои прежде, чтобы оправдаться. Видишь ли порицание, доставляющее венец, похвалу и оправдание? Еще. Праведный себя самого, а глагольник в превословии. Притча 18.17. Себя самого, а не другого. Если ты сделаешься порицателем другого, то будешь наказан, а если себя самого, то будешь увенчан. И чтобы ты узнал, как велико благо порицать свое грехопадение, для этого и говорится, праведник самого себя оглаголит. Если же он праведник, то как будет порицателем? А если он порицатель, то как будет праведником? Праведник не подлежит порицанию. А чтобы ты узнал, что и грешник, порицая свои грехи, через самое порицание их становится праведником, для этого и говорится праведник сам себя осуждает. Что значит в первословии? Слушай внимательно. В судилищах бывают две стороны. Одна доносчиков, другая тех, на которых доносят. Одна обвинителей, другая обвиняемых. Одна виновных, другая невинных. предоставляется обвинителю, невинному. Но здесь напротив. Ты виновный, предвосхить начало речи, чтобы тебе сделать невиновным. Не дожидайся обвинителя. Хотя бы ты принадлежал и к виновным, но прежде, нежели услышишь что-нибудь подобное от обвинителя, сам обвини свои прегрешения. Язык есть меч изощренный, но им мы не станем ранить других, а будем вырезывать собственные гнилые язвы. Хочешь ли узнать, что праведники обыкновенно порицали не других, а самих себя? Послушай Павла, который взывает «Благодарю укрепляющего меня Христа, который признал меня верным, призвал на служение бывшего хульника, гонителя и досадителя». Видишь ли, как он порицает самого себя? И еще «Христос пришел в мир спасти грешных, из которых я первый». Еще в другом месте. «Я недостоин, говорит, называть себя апостолом, потому что гнал церковь Божию». 480. Видишь ли, как везде он порицает самого себя? Он знал пользу этого порицания, знал, что оно доставляет оправдание. Так, когда нужно было ему порицать самого себя, он порицал беспощадно. А когда видел, что кто-нибудь осуждал чужие пороки, то смотри, с какой строгостью заграждал ему уста, говоря, «Поэтому не судите никак прежде времени, доколе придет Господь, который и осветит тайны, скрытые во тьме, и обнаружит намерения сердечные». «Предоставь суд тому, кто знает тайны сердечные». 1 Коринфянам 4.5 «Хотя бы ты, по твоему мнению, точно знал дела ближнего, суд твой ошибочен, ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого живущего в нем. Сколь многие из презираемых и ничтожных просияют светлее солнца, сколь многие из великих и славных окажутся прахом и гробом окрашенным. Слышал ли ты, как Павел порицает самого себя силой и даже преувеличенно, непрестанно вспоминая о грехах, за которые он не имел подвергности осуждению? Он был хульником и гонителем и досадителем прежде своего крещения. А крещение изгладило те грехи. Однако он вспоминает о них не потому, чтобы должен был отдать за них отчет, а чтобы показать человеколюбие Божие. И каким его, бывшего таким, устроил Бог, сделав изгонителя апостолом? Если же он вспоминает о грехах изглаженных, то тем более мы должны вспоминать о грехах, сделанных нами после крещения. Какое нам будет оправдание или какое прощение, когда тот непрестанно вспоминал о грехах, не подлежащих осуждению, а мы не вспоминаем даже и о тех, за которые должны будем дать отчет, но оставя собственные пороки, занимаемся чужими. Послушай, что говорит Петр, выйди от меня, ибо я муж грешный. Послушай, как и Моисей, и Матфей порицают прежнюю свою жизнь, называют себя мытарем и не стыдиться открыто осуждать прежнее свое поведение. Матфей 10.3 Не имея ничего за чтобы осуждать себя после крещения, они вспоминают прежнее, научая нас не составлять никакого суждения о чужих пороках, озаботиться и непрестанно помышлять о своих собственных. Нет, подлинно нет другого такого врачества для исцеления от грехов, как непрестанные воспоминания о них и постоянное их осуждение. Так мытарь мог избавиться от бесчисленных грехов, сказав «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Так фарисей лишился всякого оправдания за то, что оставив мысль о своих беззакониях, стал осуждать вселенную, говоря, что я не такой, как прочие человеки, хищники, неправедные или как этот мытарь. Поэтому и Павел увещевал так. Каждый да испытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу в самом себе, а не в другом Галатам 6.4. Хочешь ли знать, как в ветхом завете праведники порицали самих себе? Послушай, и они говорили согласно с теми. Так Давид говорил, «Беззаконие мои превзошли голову мою, как тяжкое бремя тяготели на мне». А Исаия взывал, «О, окаянный я! Я человек с грешными нечистыми устами!» И три отрока находясь в печи и, предавая за Бога тела свои на смерть, причисляли себя к крайним грешникам и говорили, согрешили, беззаконного ли? Тогда как что было светлее их, что чище? Здесь, если они совершили какие-нибудь грехи, то естество того пламени сгладило все их. Однако они не смотрели на добрые дела свои, а помышляли о грехах. Так и Даниил после львинного рва, после бесчисленных страданий, которые он потерпел, и он осуждал самого себя, а ближнего никто. Почему? Потому что порицающий самого себя умилостивляет его и располагает к себе. Это порицание делает праведника еще праведнее, а грешника избавляет от осуждений и делает достойным прощения. И так зная это, будем заботиться не о чужих, а о своих пороках. Будем испытывать свою совесть, вспоминать всю свою жизнь, исследовать каждый из наших грехов, и не будем не только порицать других, но даже и слушать порицающих. Ведь из-за это положено осуждение и величайшее наказание. Слуха суетного, говорит Писание, не принимай. Исход 23.1. Не сказано слуху суетному, не верь, но и не принимай его. Загради свои уши, прегради вход к порицанию. Покажи, что и ты, слушатель, сам не меньше чувствуешь неприязнь и отвращение к порицателю, как и тот, кого он порицает. Подражай пророку, который говорит, оклеветающего тайна искреннего своего, того и сгонял. Солом 100, пятый стих. Не сказал я не верил или не принимал слов его, но и прогонял его, как врага и противника. 482. Но есть люди, которые, утешая себя суетным утешением, говорят так, Господи, не поставь мне этого в грех, потому что я должен отвечать на слышанное. К чему это оправдание? К чему такое извинение? Молчи, и ты будешь избавлен от обвинений. Не говори ничего, и ты будешь свободен от опасения. Для чего ты сам на себя навлекаешь беспокойство и перед Богом, и перед людьми? Для чего делаешь сам себя подлежащим обвинению? Для чего налагаешь на себя тягчайшее бремя? Разве недовольно для тебя давать отчет в собственных пороках, что ты навалишь на себя еще чужие грехи? Напрасно это оправдание. Не за слышание только ты будешь отвечать, но и порицание вменится тебе. Если ты услышав, не молчишь, то будешь отвечать не за слышание только, но и за порицание. От слов своих, говорит Господь, оправдается, и от слов своих осудишься. «Я говорю, объявляю это, боясь не за тех, которые порицают, а за тех, которые порицают. Тот, кого порицают, не терпит никакого оскорбления или вреда. Напротив, если ложно то, что говорят о нем, он получит еще награду. А если справедливо, и тогда он не терпит никакого вреда от твоего порицания. Ведь судья произнесет ему приговор не по твоему злословию. Если должно сказать нечто удивительное, великодушно переносящий порицание получит даже величайшую пользу, подобно тому, как и мытарь. А порицающий хотя бы и справедливо порицал ближнего весьма много вредит себе. Не нужно и доказывать того, что он погиб, если клевещет. Но для всякого конечно очевидно и то, что хотя бы он говорил и правду, он сам себе приготовляет строжайший суд, разглашая несчастье ближнего, делаясь причиной соблазнов, открывая всем то, что набежало бы скрывать и проповедуя о грехах ближнего. Если соблазнивший одного неминуемо будет наказан, то соблазняющий весьма многих худой молвою какому не подвергнется наказанию. И фарисей не лгал, а говорил правду, называя мытарем мытарем, однако был осужден. Итак, зная это, возлюбленные, будем избегать порицания. Нет греха тяжелее и вместе легче этого греха. Почему? Потому что он совершается быстрее всякого беззакония и скоро увлекает человека невнимательного. Остальные грехи требуют и времени, и сдержек, и ожидания, и помощников, и часто продолжительности времени пресекаются. Например, решился ли кто убить, решился ли посетить или обратить в свою пользу чужое. Ему предстоит много хлопот, и от медленности часто он теряет свой гнев, отказывается от порочного стремления, оставляет гибельную мысль, не прибавляет к своему желанию самого дела. А при порицании не так. Но если мы не очень бдительны, то легко увлекаемся. Не нужно нам ни времени, ни ожиданий, ни издержек и никаких хлопот, чтобы сказать худое, но довольно только решиться, и желание тотчас переходит в дело, потому что здесь требуется к услугам только язык. Потому если это зло быстро, если этот грех легко прирожается, если тяжко за него наказание и мучение, а пользы никакой, ни великой, ни малой, то будем с великим тщанием избегать этой болезни, будем прикрывать чужие пороки, а не разглашать. Будем увещевать согрешающих, как и Господь говорит, если согрешит против тебя брат твой, то иди обличи его между тобой и им наедине. Негласность обличений сделает более легким и врачевание. Не будем терзать, не будем разъедать чужих ран, не будем подражать мухам, но будем соревновать пчелам. Мухи садятся на раны и разъедают их, а пчелы летают по цветам, поэтому последние делают соты, а первые причинают боль телам, на которые садятся. Эти отвратительны, а те вожделенны и достолюбезны. Будем же поэтому заставлять свою душу летать по лугу добродетелей, святых, и непрестанно распространять благоухание их подвигов, а ран ближнего не будем разъедать. Но если и увидим людей, делающих это, будем заграждать им устах, удерживая их страхом наказания и напоминая им о сродстве их с братьями. Когда же они ничего такого не послушаются, то назовем их мухами, чтобы, хотя унизительность этого названия удержала их от дурного занятия, чтобы, оставив это дурное занятие, они употребляли весь свой досуг на рассматривание собственных пороков. Таким образом и падшие восстанут, припоминая свои грехи, неразглашенные и непрестанно помышляя о собственных пороках, легко отстанут от них через воспоминания о прежних грехах, сделавшись более медленными к совершению остальных, и постоянно представляющие добродетель святых получат величайшую ревность подражать им. А когда через все это будет исправлено целое тело нашей церкви, то мы будем в состоянии всей полнотой ее войти в Царство Небесное, которого досподобимся всем и благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и трисно и во веки веков. Аминь. Аминь.